В мэрии хотят ограничить бесплатный проезд в электротранспорте для льготных групп населения. Об этом сегодня во время обсуждения проекта бюджета городской территориальной общины, заявила директор департамента финансов Светлана Бедрега. Каждый польговик, который имеет на это право, у него должен быть регламент, сколько он может сделать таких бесплатных поездок. Если на уровне государства такого механизма нет, то, я думаю, что мы должны на уровне своего города такое действовать. Чиновница уверена, регулятором в этом начинании должен быть безналичный проезд. Электронный билет добавляет город. В этом году выделил КП Одессгорэлектротранс более полумиллиарда гривен. А такая мера поможет значительно сэкономить бюджетные деньги. Вы сами знаете, когда некоторые рассказали, что женщина или две женщины-пенсионеры, они сидят в трамвай, чтобы между собой общаться. И есть такие примеры. И количество поездок. Потому что у нас, ну вы знаете, я когда это все послушала, я говорю, у нас просто коммунизм. Я извиняюсь, но оно так. Кроме того, в проекте бюджета на следующий год больше всего средств планируют потратить на образование. Почти 44%. На втором месте расходы на жилищно-коммунальное хозяйство чуть больше 12%. А вот объем доходов предположительно составит 12 миллиардов гривен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова